То, что сейчас мобилизованным никто ничего не объясняет, за что они воюют, они не понимают, за что они воюют, действительно. Они дисциплинированно явились. То, что им не дали нормального количества офицеров, ну такая мобилизация офицеров и не проводилась. То есть, получается, мобилизовывали солдат-сержантов, офицерский состав в очень малой степени пытались мобилизовать. А кто бы ими будет заниматься, кто их будет тренировать, если офицеры не мобилизованы? Кроме того, у нас, как выяснилось, мы даже тех, кого мы мобилизовали, мы не можем ни нормально ни одеть, ни обуть, ни на нормальном уровне снарядить. А самое главное, мы их не можем снабдить тяжелым вооружением. Очень много действительно случаев в интернете, когда людей призывают на полигон, там их обучают, допустим, как танкистов или артиллеристов, потом их с полигона снимают, отправляют на фронт и выясняется, что на фронте нет ни пушек, ни танков для них, их переводят в пехоту. Хотя их не учили воевать, как пехотинцы. Это вопросы, опять же, к нашему министерству обороны. Какой такой боевой дух у людей может быть, когда им раз, не объясняют, за что мы воюем, два, не объясняют критерии победы. Вот кто из вас может в зале сказать, какой критерий победы в СВО? Я не могу ответить. А у СВО не может быть победы, только успешные завершения, еще успешные, да. Войны есть победы. Да, как я знаю эту формулировку, согласно плану и даже с опережением графика. Только мы не знаем, какой план. Он не объявлен населению. Что вы хотите от мобилизованных, если им не объявлено, что нужно? Сказали, нужно взять Харьков, и война закончится. Нет, им не говорят. Им не говорят просто, вот воюйте, а потом после дожечка в четверг, может быть, мы вас домой отпустим. С боевым духом. Во время Великой Отечественной войны, там четко было сказано, война будет закончена, враг будет разбит, победа будет за нами, задавим фашистского гада в его логове. И все понимали, надо взять Берлин, и тогда война закончится. Ну, значит, Киев надо взять. Значит, надо освободить Киев, не взять. Освободить, согласен. Но об этом же никто не говорит. Если еще в начале так называемой СВО что-то говорили там про освобождение Киева, и даже говорят, парад готовили, причем серьезно готовили парад 9 мая проводить прошлого года в Киеве, думали, что все закончится к тому времени. Это уровень нашего стратегического планирования, нашего руководства. Так они хорошо все предусмотрели. То сейчас даже этого не говорят. Ни один из факторов, который необходим, чтобы солдат был боеспособен, не выполняется. Солдат плохо одет, ну, несовременно, по крайней мере. Солдат плохо вооружен, у солдата нет нормальных офицеров, которые бы были для них авторитетами, которых мог бы обучить новым приемом боя. И еще солдат не понимает, за что он воюет. Вообще идеальная картина для февраля 17-го года, прошлого века, когда именно запасные солдаты, тыловые части, тыловые части устроили, по крайней мере, приняли участие в беспорядках и фактически обеспечили свержение императора. То же самое, солдаты, не понимающие, для чего их сюда согнали, не имеющие нормальных офицеров, потому что все нормальные офицеры были на фронте, а в запасных частях не самый лучший контингент был. И огромные потери на фронте, и солдаты туда тупо не хотели, потому что не понимали, за что они хотят умирать. Вот у нас, на самом деле, наши мобилизованные, очень сильно походят по всем признакам на события 100-летней давности. А как вам такая формулировка? Вот я придумал. Священная Отечественная война за соединение разделенного народа и возвращение нашей исконной русской столицы Киева. Мне кажется, за такую формулировку сейчас никто не пойдет воевать, потому что она затрагивает только государственные какие-то принципы, символы. А сейчас надо говорить, чтобы люди понимали, за что мы воюем, надо говорить не о государстве, которое у нас, сами знаете, какое. Надо говорить о народе и о том, что нас ждет случай поражения. И причем объяснять людям, что мы эту войну ведем без возможности ее закончить вот так. Мы не можем, наоборот, те, кто убеждают, что война может закончиться компромиссом, как я уже сказал, или кретин, или предатель. Она не закончится так. К сожалению, враг действительно собирается нас полностью уничтожить, как государство. И как страну. И развернуть нас против Китая. Так же, как он сейчас развернул Украину против Российской Федерации. Это первое. А второе, мы должны упирать не на то, что Киев наша древняя столица, но и что, что древняя столица. Какое дело воронежскому там, или лизанскому мужику до того, что в Киеве когда-то была столица. Это была древняя история, которую он еще в четвертом классе не знал да забыл. А вот то, что фактически Украина это часть нашего народа, часть нашего народа, которая развернули против нас. И то, что если не остановить то, что там сейчас развернулось, оно придет сюда и принесет неизбежно развал страны и такую же войну, какая там сейчас идет. Вот об этом сейчас надо говорить и упирать на это. Но обязательно надо говорить, что мы должны воевать до победы и сказать четко это, это и это. Доходим до той границы, до естественной границы русского народа, где говорят на русском языке. Освобождаем народ. Нравится это ему или нет? Это другой вопрос. К сожалению, уже не нравится. А это, извините, немцы в 45-м году тоже никто не спрашивал, хотят они, что их освобождали от Гитлера. Там 90% за Гитлера было. Пропаганда работала тоже нацист. Если не больше. Если не больше. Их же никто не спрашивал, хотят они, чтобы их освободили от Гитлера или нет. Мне нравится вот это сравнение, кстати. Что мы освободили немцев от Гитлера, и их не спрашивали. Конечно. Ну, примерно так же. Но как, я говорю, сейчас это объяснить людям, которые просто сейчас гуляют в ресторанах, в торговых центрах, где-то там чего-то идет, их это не касается пока. Как им объяснить, что всех вырежут в ноль, как была вот Волыцкая резня? Может быть, всех в ноль, конечно, и не вырежут. Да, рабы будут нужны. И даже и не рабы. Тут все немножко по-другому работает. Я все это видел уже в бывшей Югославии в начале 90-х. Здесь стравят всех со всеми, народят новые национальные республики, которые будут между собой воевать. И с нами, и между собой. Здесь будет бардак, как в 90-х. Массовый отток населения, голод, разорение массовое. Ну, и миротворческие силы по крупным городам. В Ираке американцы так и сделали. Они сами не воевали. Они создали свои базы, сделали зеленые зоны, которые они охраняли. А воевали всяческие частные военные компании, которые воевали фактически против собственного народа, охраняют оккупанты. Сколько.